Золотые слитки на улицах Германии, красочное шоу балунистов в Италии и новые электромобили без приборной панели. Об этом и не только смотрите в нашем обзоре. В Берлине вернули владельцу забытым на улице килограмм золота. Растяпа оставил под деревом возле банка папку. Внутри нее было 22 золотых слитка и 3,5 тысячи евро. Сокровище нашел случайный прохожий и отнес в полицию. Благо в папке с ценностями были документы владельца. По ним его и отыскали. Впрочем, честный берлинец не останется в накладе. По законам Германии он может рассчитывать на 5% от стоимости находки, в данном случае около 2000 евро. Полезное для здоровья пиво создали в Сингапуре. Чудо-напиток способствует укреплению иммунитета благодаря пробиотикам в составе, которые нейтрализируют токсины и вирусы. Много таких полезных микроэлементов содержится в молоке. На создание рецепта разработчики потратили примерно 9 месяцев. Как только они получат подтверждение патента, пиво можно будет запустить в массовое производство. Австралийский ученый разгадал тайну Бермудского треугольника. На самом деле в нем нет ничего мистического, уверяет Карл Крушельницкий. В процентном соотношении количество исчезнувших здесь кораблей и самолетов ни чуть не больше, чем в других местах. Просто в этой зоне очень активный трафик. Мифы о таинственности Бермудского треугольника появились между Первой и Второй мировыми войнами, когда на Бермудах потерпели крушение несколько крупных военных конвоев. В Италии над долиной Сагрантино в небо взлетели 30 воздушных шаров. Там проходят международные соревнования балунистов. Это не просто конкурс, а 10-дневный тур с богатой программой. Участники шоу и туристы наслаждаются местной кухней и вином, а также любуются захватывающими пейзажами пригорода Гуальдо-Каттанео. Главный приз соревнований – серебряный кубок – победителям вручат уже завтра. Тесла начинает продажи электромобилей Model 3. Базовая модель стоит 35 тысяч долларов. После подзарядки может проехать 350 километров, а на более мощной батарее – 500. Развивает скорость в 225 километров в час. У Тесла 3 нет привычной приборной панели. Вся информация выводится на большой 15-дюймовый тачскрин. В следующем году компания планирует выпустить около полумиллиона электрокаров. Это в 6 раз больше, чем в 2016-м. Польский город Люблин превратился в цирк под открытым небом. Туда, на Европейскую конвенцию жонглёров, съехались 3000 профессионалов и любителей. Они ходят по улицам и развлекают народ. А когда стемнеет, показывают трюки с огнём. Всего за время фестиваля проведут около 100 представлений, в том числе мастер-классы для самых жонглёров. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова